Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня, как вы уже поняли по названию, у нас с вами обзор моего кухонного гарнитура. Вот такой вот у меня кухонный гарнитур. Что-то я не стала убирать, оставила, так как оно стоит у меня на своих местах. И я вам позже объясню почему. Такой вот у меня в целом кухонный гарнитур, но он не помещается, естественно, у меня в кадр. Я его безумно просто обожаю, обожаю его. Знаете почему? Потому что вот тут у меня проходит как раз вот фактура дерева и вот здесь. То есть не только тут, как у некоторых бывает, тут одна, тут другая, а полностью. Честно говоря, когда мы его заказывали под заказ, я хотела просто вот эту вот фактуру дерева прям полностью с пушняком. Блин, она мне настолько нравится. Невероятно. Этому кухонному гарнитуру, кстати, уже полтора года, но я до сих пор, садясь кушать, на него любуюсь. То есть, ну, обычно привыкаешь к вещи, да, потом ее не замечаешь, там, как бы, ну, так вот есть и есть. Но, блин, я до сих пор, мне кажется, я в этих вот фактурах вот дерева всякой нахожу каждый раз что-то интересное, каждый раз что-то новое. Потому что, ну, посмотрите, эта фактура дерева, она просто, блин, она просто восхитительна. Она просто шикарна, я обожаю его. Вот. И в прошлый раз у нас с вами был обзор холодильника. Я могу еще сделать обзор морозилки отдельно. Если вам надо, захотите, вернее, то напишите в комментариях, кто хочет обзор морозильника, я сделаю. Вот. Вы мне написали, что хотите обзор кухонного гарнитура. Интересно, у кого как все там лежит. И давайте приступим. Давайте, я даже не знаю, давайте, наверное, с верхушек начнем. Сейчас я поставлю табуретку, и мы с вами начнем вот с этого вот шкафчика. Так, открыла свой шкафчик. Так, ну, наверху у меня лежат те вещи, которыми я пользуюсь очень-очень редко. Здесь у меня лежат формочки для мороженого. Сейчас я уже реже их делаю, пока сына маленький еще. Он не будет есть, а я как бы так. Ну, у меня здесь много, их 4 штуки аж. Каждые там по 3, что ли. А, да, 3 ячейки. Короче, я еще докупала это. В фикс-прайсе я покупала. Ну, короче, они классные, они нравятся. Они получаются точно такие же, как на фотографии. И они, кстати, очень-очень удобные. А также для них, а вот они тоже тут лежат, я собираю вот такие вот палочки, потому что все палочки, которые находятся там, они пластмассовые, мягкие и, блин, неудобные. А вот эти вот классные, я их собираю. Каждый раз потом я их мою и снова. Ну, я знаю, что это неправильно, но, блин, других нет ситуаций. Вот здесь у меня лежат, Господи, как они называются. Тоже формочки для печенек. Это я тоже собирала коллекцию. Здесь у меня, по-моему, средние и маленькие, а здесь, по-моему, большие лежат. Это я все в фикс-прайсе покупала. Вот такие вот лежат. Хотя такими, честно говоря, я еще ни разу не воспользовалась. Даже не знаю, что с ними делать. Не знаю, короче, зачем я их взяла. Но я думаю, нам и сыночкам они в будущем пригодятся. Здесь у меня тоже вот лежат. Короче, вот такие вот лежат. И вот такие вот штуковины. Такие я еще хочу докупить, но у нас в Самаре я нигде их так и не увидела. Это я вообще покупала в другом городе и забрала последнюю. Ну, тут у меня тоже что-то лежит там такое. Так, опускаемся ниже. Здесь у меня молотилка лежит. Бутылочки. То есть бутылочка для молока. У меня их две. Как правило, уже три, по-моему, и стало. То есть, допустим, я покупаю молоко или муж там купит молоко не в бутылке, то я сюда просто его переливаю и все, в свою бутылочку. И все супер. Вот. Ну, такая вот бутылочка. На всякий случай я ее оставила. Думаю, ну, мало ли пригодится. Вот. Здесь стоят всякие крышечки. Всякая вот такая вот штуковина. Кстати, в ней миксером хорошо перемалывать. Вот, что-то она мне скачет. Никогда не замечала. Ну, короче, такие вот всякие. А здесь у меня остатки круп. Не знаю, каким образом они у меня остались. Обычно нету. Ну, тут остатки круп, а вот здесь вот чай. Его просто набирать отсюда удобнее. Тут у меня стоит этот кувшин для компотов. Ну, компотики обычные. Очень, кстати, красиво. Мне очень нравится. Но у него вот эта вот, как бы, ручка у него не очень удобная. Так. Тут у меня. Ну, короче, там у меня всякие коробочки лежат. Здесь поилик Димин. Димин, конечно, из такого уже особо не пьет. Но я оставила. На него, кстати, будет у меня отдельный ролик. Почему я оставила и что с этим делать. Вот. Это будет отдельно попозже. Тут у меня крупа лежит. Вот. Ну, такой вот всякие трубочки вот Димины. Всякие там вот сок, допустим, переливаешь. Такая трубочка осталась. Мы ее оставляем. Тут вот баночка. Мне очень понравилась, кстати, эта баночка. Я хочу целую коллекцию, чтобы в них складывать, допустим, орешки, изюм. То есть, блин, она реально такая классная. Сейчас как раз мода идет на всякие вот такие вот нестандартные баночки. Так. Здесь у меня стоит сбоку мед. Здесь у нас сладкое. Я убрала, потому что если я положу где-нибудь на вид, я его буду есть постоянно. Вот сладкое. То есть, ну, она обычно вот здесь вот лежала, сейчас в корзинке. Так, тут тоже сладкое. Сухарики, Димины, там, хлебцы. И здесь у меня лежат контейнеры. То есть, контейнеры прямо это вообще у меня классные. Вот эти, кстати, контейнеры в фикс-прайсе я покупала. Но они прям обалденные. Вот что-нибудь ребенок не доел положить туда. Или лимон я иногда туда кладу. Ну, чтобы много места тоже не занимало в этом холодильнике. То есть, прям вообще классные контейнеры. Очень удобные. Вот. Это был у нас с вами шкафчик. Вот так он выглядит. Вот этот. И сейчас мы с вами переходим, наверное, вот сюда. Вот здесь у меня напротив плиты есть маленький шкафчик. Он есть, кстати, у всех. И напишите в комментариях, что у вас лежит в маленьком шкафчике. Потому что у моих родителей лежали сковородки там всегда. Ну, такое то, что не очень будет нужно. У меня, конечно, лежит там другое. И вот он мой маленький шкафчик. А здесь у меня лежит посуда, стекло, заварочники, всякие вот такие вот штуки. Мороженские там. Ну, там какие-то вот всякие десертницы, да, там. Фужеры. Здесь пониже вот пиалочки, кстати, вот такие. Когда я готовлю вот на камеру, и должно быть все очень красиво, то они мне очень помогают. Вот. Вот такое вот всякое. Такой вот мой любимый стаканчик. Вот я из него мороженку иногда ем. Вот эти пиалочки, тарелочки. Там вот тоже вот я из них кексы иногда. Вернее, в них кексы иногда делаю. То есть, ну, лежит вот так вот посуда. Стекло, стекло, стеклянная посуда. Вот. Ну, и, конечно, тут прям такая большая очень ручечка. Не ручка, а как и дверца. Вот она. Ну, то есть, в принципе, я открываю вот до этой нижней полки. Я могу достать. Верхний, конечно, я не достаю. И туда я убрала то, что очень-очень редко пользуюсь. Ну, вернее, чем пользуюсь очень-очень редко. Так, переходим сюда. Здесь у меня моечка моя. У нас есть вот такой вот уголок. И на самом деле, когда заказываете кухонную гарнитуру именно с таким уголком, вы должны проговорить четко и ясно, что у вас вот есть вот такой уголок, и что там никаких дыр не будет. Потому что я вызывала замерщика, замерщица женщина пришла, и вроде сделаешь под заказ. Да, у нас все под заказ, но, к сожалению, у вас вот здесь вот будет большая дырка, потому что мы не можем вам закрыть этот угол. Ну, зато ваш кухонный гарнитуру будет стоить 70 тысяч. Там плюс еще чего-то. Я думала, блин, а нафиг мне надо? У меня там будет дырка. То есть, здесь же у меня мойка. Туда будет затекать вода, значит. Блин, не, я думаю, мне так не подходит. Вот, то есть обязательно проговаривайте четко, что у вас там ничего не будет. Если они говорят, что у вас там будет дырка, то нафиг не надо, лучше найдите ту фирму, которая вам сделает. И обязательно читайте отзывы об этой фирме, потому что бывает, забирают по половине там суммы денег и пропадают. То есть, обязательно это все проговаривайте. Так, вот тут у меня мойка. Кстати, у меня вот АОС находится в такой штучке. Покупала я ее в Леруа, около 500 рублей она стоила, но она классная. Вот просто посмотрите, смотрится просто классно вместе с этой штучкой. Она прям как раз подходит вот под все вот это, вот именно такого же вот цвета. Тут у меня фильтр. Кстати, фильтр очень просто, удобно, бесподобно. Не надо ждать, там, ну, время прям экономит. Ну, кстати, уже год и сколько, три, четыре, три месяца. Да, где-то месяца три, год и три. Возичка вообще, как вот была такая же шикарная, но мы редко довольно пользуемся. Вода классная, ничего не поменялось. Все супер. Мама мне говорит, надо уже менять фильтры, но, блин, я не хочу. Вот. Да, тут у меня лежат губочки. Вот так. Здесь у меня мусорка. У нас нету мусорки под раковиной. Я не захотела, потому что мне нравится очень аромат моей кухни. И я не хочу, чтобы мне из-под мойки воняло. Вот. То есть у меня там другое. Сейчас мы тоже с вами все посмотрим. Тут у меня мусорочка, она тоже, смотрите, точно такая же. Это для ложечек, вилочек. Она сначала мне служила для ложек и вилок, потом мне надоело все это. И я решила мусорку. Но она мне не нравится, что она у меня здесь стоит. Я не знаю, я хочу что-то другое. Я не хочу, чтобы вообще она здесь стояла. Блин, ладно. Я не знаю, может я что-то придумаю. Ну, давайте сразу перейдем сюда. Здесь у меня вот так вот. Полотенце у меня лежит всегда здесь. То есть я помыла руки, сразу вытерла полотенчиком эти ручки. Мне мама предлагала куда-нибудь вот сюда вот повесить, сделать для полотенца какую-то там штучку. Я не хочу. Во-первых, потому что я здесь всегда провожу фотосессию своих продуктов, на которые делаю обзоры. То есть если у меня еще здесь будет какая-то вешалка, она мне будет мешать. Ну и сюда я тоже не хочу. Ну, блин, я просто не хочу. Вот, поэтому у меня стоит здесь все так. На этой полке у меня обычно стоят в очереди продукты, на которые я делаю фотографии. То есть которые отправляются на обзор. То есть я все делаю, все складываю здесь у себя. И потом вот банка как раз она стоит. Я должна на нее сделать обзор. Но пока никак. Она пока вот у меня здесь стоит. И на ней, кстати, лежат косточки. Я хочу их попытаться прорастить. Но тоже что-то никак. Здесь у меня мой эксперт волос стоит. Так, здесь у меня тайный мешочек такой. Это на самом деле у меня здесь набор блогера, который мне постоянно нужен. Там то фотоаппарат, то зарядить батарейки, всякие зарядные устройства, штативы. Короче, все-все-все здесь лежит. В одном месте, в такой прекрасной, красивой мешочке. Коробой? Ой, нет. Пакетики. Да. В прекрасном, красивом пакетике. Короче, вот так вот. У меня все лежит в одном месте. Я в основном храню все это на кухне, потому что большинство... В основном я снимаю на кухне, то есть себя там где-то еще что-то. Все на кухне. Ну, в принципе, вот они, эти стены. Вы, наверное, уже видели. Поэтому у меня здесь выглядит вот так вот. Так, и давайте перейдем с вами к этому шкафчику. Как раз мы сейчас были с вами здесь, теперь здесь. Посмотрим, что же у меня хранится здесь. Так, открываем. Здесь у меня наверху силиконовые формы. Я раньше очень сильно любила силиконовые формы. У меня их огромнейшая просто коллекция. Сейчас что-то как-то так. Вот. Не особо уже ими пользуюсь, но, тем не менее, они лежат. Иногда они мне нужны. Там вот даже вот еще какие-то... Мне разонравятся, потому что они темнеют, и их отмыть очень тяжело. Вот. Ну, тут лежат у меня вот новенькие всякие. Здесь у меня посуда лежит. Тарелочки, кстати, вот эти тарелочки очень удобные. Здесь у меня стаканы. Здесь Димины стаканы. Там для холодца у меня лежит. Так, здесь у меня тарелки. Вот так они разложены красиво. Я люблю, когда красиво все. А здесь Димины тарелки. Я очень люблю... Ну, блин, они просто удобно. Вот взял их и все. Вот так вот отсюда. Они всегда лежат у меня здесь посерединке. Вот. Там у меня лежат эти... Как их... В духовку, короче, которые отправляются. Горшочки. Да, вот тут видно. Горшочки. Я их убрала туда уже. Вот. Вот так получается у меня. Так, здесь у нас есть еще. Да? Вот тут у нас. И вот здесь, короче, у нас получается то, что вот эта вот стена вместе с туалетом, она очень тонкая. И ничего такого больно класть в эти шкафы нельзя. То есть там, ну, должно быть все такое легенькое, все такое это... Микроволновка, она, кстати, очень тяжелая. И поэтому больно мы туда ничего класть не стали особенного. Вот, давайте сейчас посмотрим. То есть, в принципе, вот тут у меня получается полка абсолютно почти пустая. Тут лежат эти баночки, которые детское питание когда-то было, Димина. Вот. Здесь у меня всякие чаи стоят. Там стоит какая-то для торта или чего-то. Там я уже не помню. Чаи всякие, короче. Вот так вот мед здесь стоит. Мед еще вот маленький. Иногда я оттуда тот мед я кушать люблю, а этот мед я куда-нибудь добавляю. Очень удобно взять маленькую баночку, добавить и положить. Ну, те банки просто тяжелые. Вот здесь у меня уже такие чаи... Или нет, что у меня там? Здесь, короче, стаканы мерочные мои, кофе мое, дрожжи, цикории. Там, ну, короче, такие напитки другие. Всякие там, да, дрожжи, там, разрыхлитель, сода. Там, короче, все-все-все. Ну, такое то, что попить, которое я пью чаще. А здесь уже более как склад такой. То есть много чая. Кстати, этот чай я купила в светофоре. И на него был отдельный обзор. Ну, конечно, через это вот все видно, да, то, что стоит. Не знаю даже. Когда мы покупали, нам сказали, что ничего не будет видно. Будет все супер. Так, здесь у нас наверху ничего нету. Она пустая. Здесь у меня бумага. Какое там... А, бумажное полотенце. Кувшины. Кстати, кувшины эти я уже не пользуюсь. Не знаю, почему они стоят. Я хочу их выкинуть, но не знаю, короче. Здесь у меня, кстати, лежат эти... Всякие штучки, которые можно закрыть. Открытый кефир открытый. Или вот что-то такое. Баночка там, вот, все такое. Вот здесь у меня лежат всякие игрушки для Димы. То есть, вот как раз я таблетки вот эти вот пропила. Если я ребенку, допустим, я готовлю, а ребенок сидит вместе со мной, хочет посидеть, чтобы ему было не скучно, я даю вот эту вот пачку, и он с ней занимается. Разрывает там ее что-то это. Фольга вот его тоже здесь лежит. Такое вот всякое. Вот здесь у меня подсолнечное масло. Я мажу формы ей. Удобнее, кстати. Здесь у меня соль. И туалетная бумага, если что-то вытереть срочно надо. Ну, там салфетки вон еще есть. Баночка для сыпучих. То есть, вот так вот. Ну, и здесь, конечно же, мои силиконовые формы. Разные. Силиконовые коврики. Я коврики силиконовые прям очень обожаю, люблю всякие там новые там всякие. Ну, как раз они такие легенькие, и сюда они хорошо встали. Вот здесь у нас подносик стоит, цветочек стоит, микроволновка. Микроволновку, кстати, я никогда не закрываю, чтобы она проветрялась. Так, мы с вами посмотрели наш верх. И теперь мы с вами перейдем на наш низ. Так, низ здесь вот. В основном на этой полочке я люблю, то есть, у нас фрукты здесь хранятся. Я их не мою. Мою их при ребенке, чтобы ребенок видел, что они грязные. То есть, мама их моет, и в будущем он тоже будет сам мыть их. То есть, знать, что они грязные. Потому что я проводила огромнейшее просто исследование насчет того, что родители сами тайком моют фрукты и дают ребенку. То в будущем ребенок считает, что фрукты на рынке продаются уже чистыми. И мыть их не обязательно. И то есть, от этого избавить человека, уже взрослого, очень сложно оказывается. Человек готов купить яблоко, например, на рынке, который прокатился по всему рынку, по полу. Грязно, и просто грязно его есть. Я видела таких людей, и они не понимают. Они говорят, что оно чистое. Чистое. Вот, поэтому меня воспитывала мама так, и я тоже буду своего ребенка воспитывать. То есть, я взяла банан, пошла его, помыла, потом дала ребенку. Также яблоко там и все такое. Я так делаю. Я считаю, что это правильно. Ребенок должен видеть, что фрукты моются. Даже если вы моете заранее, и говорите ребенку, я его уже помыла, все равно это бесполезно. Вот, ну здесь у нас стоит чайник. Да, здесь всякие вкусняшки, которые с обзоров пришли недавно. Вот, здесь вот лекарства Димина. Дима у меня после болезни, и мы продолжаем пить лекарства разные. Также здесь вот у нас сухофрукты, которые я размачиваю. Тут обычно стоит Димин сок или молочко. Остывает. Не знаю, мне кажется, это самое теплое место здесь. Вот. Так, и давайте с вами перейдем мы к нижним шкафчикам. Вот они наши нижние. У меня эти ложечки изначально были вот там. Кто долго меня смотрит, знает. Они теперь переехали сюда. У нас теперь тут вот так вот. То есть у нас вот такие вот, смотрите, ложечки. Два набора у меня. И обычные вот эти вот. Просто не знаю, почему-то не хватает нам. Так, здесь у нас вилки, ножи. Там вот у нас всякие для чая. Спички на всякий случай. Здесь то, что я часто пользуюсь. То есть лопатка, вот это вот. Картошку вот чистить. Там ножи всякие. Ножницы, которые мне часто очень нужны. Здесь у нас ложечки. И вот тут остается место. Это пакеты у меня здесь лежат. Которые тоже часто нужны. То есть выдвижной она стала теперь вот таким. Здесь я, кстати, подкладываю полотенчиком, потому что он с дырочками, чтобы лишний раз не пачкать. Так, тут у нас вторая. Тут у меня специи разнообразные. Эти, кстати, баночки я покупала в фикс-прайсе. Кстати, очень-очень-очень просто удобно. Очень много специй. Но, не знаю, я еще не всеми, в принципе, пользуюсь. Но периодически так разные. И здесь у меня сахарница состоит с сахаром. И сахар не особо едим. Но периодически я его добавляю либо в дрожжи, либо куда-нибудь что-нибудь готовлю. Блины, например. В блины добавляю. Так вот, то есть, и все. Здесь соль стоит. Тут у меня остатки специй. Так, здесь у нас лежат варежки. Сын знает, что здесь лежат варежки. Он всегда их сюда убирает. Здесь у меня крышки. Фольга. Ну, то есть, вот такое вот все. Трубочки вот там. Всякие там такие вещички. Вот. И здесь у нас большой. Мама говорит, что здесь нужно банки ставить со специями. Ну, не специями, а там сыпучими. Но здесь у меня лежат всякие вот нужные такие вещички необычные. Всякие половники, короче. Все такое у меня здесь лежит. Так, здесь у нас хлебопечка у нас тут стоит. И весы для нее. Я муку взвешиваю. И сразу вот хлебопечка. Они вдвоем. Здесь внизу у меня лежит мультиварка. Ну, то есть, блин, их тоже надо куда-то ставить. Они у меня стоят здесь. Так, здесь у меня духовка. Занимает место. Тут у меня еще один выдвижной. Вот. Здесь у меня мука. Я сразу заранее взвесила 500 грамм муки для следующего хлеба. И здесь у меня уже мои сыпучие в баночках. Кстати, эти баночки в Экспрессе тоже покупала. Вот эти и вот эти. Здесь вот такие вот две. То есть, у меня здесь мука. И вот так вот кашки. Там гречка и так далее. И здесь вот такая. Это то есть, те продукты, которые остаются в пакетах. Которые я больше покупать, скорее всего, не буду. И они остаются в мешочках. Ну, не пересыпаю. Там вермишелька, там всякая такая. Геркулес там. Вот здесь у меня мой кухонный комбайн стоит. По-моему, он так назывался. Ну, вот он. Короче, всякие там такие. Там вдалеке, вот тут, наверное, увидите. Вот. Видно, там тостер у нас. Мы очень сейчас редко им пользуемся. Но раньше мы очень часто пользовались. Сейчас, не знаю, почему-то реже. Попозже, наверное, это придет опять. И здесь у меня моя молотилочка стоит. Как? Кофеварка. Да, кофеварка называется. А, нет, господи. Не кофеварка. Не помню. Кофемолотилка. Кофемиксер. Блин, не помню. Короче, это молотилка. Забыла я. Как она называется. На нее, кстати, был отдельный обзор. И что в ней можно молотить, тоже было отдельно. Вот. И чтобы не тратить время, я сразу взвесила здесь 500 грамм. И все. Потому что каждый раз взвешиваешь, время тратишь. Так, ну и вот, короче, вот этот вот шкафчик. Он находится под мойкой. Как я уже говорила. А, и да, кстати, кто-то у меня спрашиваю. Я не увидела у вас в холодильнике подсолнечного масла. Масло подсолнечное у меня стоит всегда внизу. Меня родители всегда хранили в шкафах. Я тоже храню в шкафах. Вот. Здесь еще соевый. Подсолнечное. Оливковое. Подсолнечное рафинированное. Вернее, не рафинированное. Рафинированное. Кукурузное. Вот я еще не пробовала, кстати. И здесь хранятся разные большие кастрюли. Сковородки. Чашки. Ну, здесь надо, короче, убраться. Я уже убиралась. Мне опять ничего не нравится. Все так навально. Вроде стараешься, стараешься. Все равно все навально. Короче, надо заново все убираться. Так же здесь разделочные досочки. Вот, кстати, фильтр. Вот. Разные, короче, для хлеба вот такие вот всякие. Хлеб пеку, кто не знает сама. Вот. Всякие там сковороды. Короче, там куча-куча всего навально. И не знаю. Я буду убираться все заново, скорее всего. Немножечко попозже. Вот термосы вот всякие. Обычно сюда еще свекровь приезжает. Обычно сюда залазит. Уберешься, уберешься. Свекровь залезла, залазишь после нее. Опять здесь какой-то беспорядок, какой-то кошмар. Может, блин, опять надо убираться. Что же это такое? Вот. Так, и вот у нас последний. Здесь у меня стиральная машинка стоит. Вот. Ее же тоже нужно куда-то ставить. И здесь стоит. Она занимает как раз место. У нее есть и с этой стороны место. Здесь у меня мешочки, как правило, лежат. Опять их стало куча много. Я все время думаю, когда же я их использую уже. Но все никак. Вот. Стиральная машиночка. Стиральная машинка у меня, кстати, АЕГ. А-Е-Г. Ега. Ега я иногда называю. Вот. Очень, кстати, классная стиральная машинка. Уже пользуемся мы ею больше пяти лет. Шесть. Семь лет. Семь, наверное, ей уже. Офигенная просто машина. Нам ее посоветовали. Машинка стиральная. А, и здесь у меня хранятся всякие вот как раз сиев мой там. Такие вот. Здесь, да. Так, тут мешочки. Ну, в принципе, все. Она сейчас стоит. Я нажала на стоп, чтобы мне не мешало. И так громко разговариваешь. Еще будет она мешать, если... А, кстати, да, розетки. Здесь у нас две розеточки. И с этой стороны у нас тоже три розетки. Одна идет от холодильника, одна от чайника. И другая на всякий случай. Как бы, чтобы было сразу много розеток. Потому что обычно, я помню, до появления кухонного гарнитура у нас были кучи пилотов везде. И вообще было очень неудобно. Сейчас очень неудобно стало. Так, ну, панель у меня канди. Вот. И духовка у меня горенья. Так, вот она. А, у нас же еще один. А я думаю, что-то я забыла. Кстати, да, еще один шкафчик. Когда мы уже сделали, заказали, сделали кухонный гарнитур, я узнала, что, оказывается, шкафчик можно сделать вот тут вот, наверху. То есть, и в него, допустим, все вот эти вот приборы класть сюда. И будет очень удобно. Можно было бы так сделать, но как бы ладно. Ну, здесь у нас вот так вот. Из духовки у нас здесь лежат вот эти вот противни. Два противня. Два вот таких для пиццы. Здесь еще какая-то крышка, надо ее убрать. И что-то там, по-моему, чтобы курочку делать, как на гриле. Типа такой вот из фикс-пресс я покупала. Здесь у меня духовка. Классная, кстати, очень духовка. Прям супер. У нее тоже есть отдельный обзор. Вот. И она, кстати, блин, она не пачкается, реально. Вот я сколько курицу делала. Обычно брызги разлетаются. Там все такое. Там другая духовка у нас была. Она вообще была грязная. Ее отмыть было нереально. То тут брызги вообще не разлетаются. Она остается такая же чистая, как и была. Единственное, бывает, что тут вот внизу только протираешь и все. Просто шикарная духовка. Ну вот, в принципе, и все. Наш обзор с вами подошел к концу. Я сделала вам обзорчик своего кухонного гарнитура. Напишите в комментариях, как у вас. Есть ли что-то похожее, что у вас по-другому. Да, кстати, мне еще писали там. Уксус у меня не нашли в кладильнике. Уксус у меня стоит вот здесь. Я его не держу. Я вообще, в принципе, не держу уксус. Он очень-очень редко, когда нужен. Обычно я от него очень быстро избавляюсь. Избавляюсь, отдаю кому-нибудь. Не знаю, честно говоря, для чего он нужен. Можно как-то без него обходиться. Так, короче, ладно. Такой у нас с вами был обзор. Я надеюсь, что вам обзор мой понравился. Я очень старалась показать вам все, рассказать вам все. Вот. На сегодня это все. Если вы хотите обзор морозилки, пишите в комментариях мне. Я сделаю обзор морозилки и заодно могу холодильника сделать отдельным обзором. Может быть, вам будет интереснее так посмотреть. Именно по отдельности. Ставьте лайки. Обязательно лайки, лайки, лайки. Комментарии обязательно пишите. Подписывайтесь обязательно. Смотрите другие ролики, наши влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. Также живопись. Обзоры кули... Ой, господи. Обзоры техники, обзоры продуктов из магазина Фикс Прайс, Победа, Светофоры, из обычных магазинов. Там шоколадки разные и все такое. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Субтитры сделал DimaTorzok